здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я ведь сегодня продолжаем наши новогодние подарки и вяжем вот такой вот тапочки гноми нитки что касается девчонки не так я собрала остатки свои светло-серые могут быть белые бежевые и крас здесь вместо серых можно белый использует или использовать или молочные такие какие-то совсем светленькие и красные по граммам красных у меня ушло где-то 100 граммов 50 граммов серых и 20 граммов вот этих бежевых потому что из красных и серых мы еще будем делать помпончики вот красные у меня в два сложения серые 2 и вот эти бежевые в одно сложение то есть приблизительно подогнала нитки по толщине связала следок по видео которое будет аннотации вот здесь вот сейчас я думаю вы уже все научились его как связать на свой размер поэтому связали основу в половине ноги я начала вязать уже как бы вот эту вверх пойдем то ли то есть следок у нас максимально закрытые 4 ряда бежевой нитью и остаток светлая нить теперь обвязываем сам тапочек вверх обвязывать будем столбиком с накидом я уже научилась говорить девчонки с накидом вяжем не в каждый ряд а как бы в ряд вот как вязались ряды и между рядами потому что если в каждый ряд вязать только в каждый ряд то получается очень мало петель и очень стянуто а такой эффект нам не нужен так что вяжем в ряд и между рядов в итоге вместо соединения рядов и по кругу обвязываем так вот смотрите связала я по кругу ряд провязала теперь соединяю соединительная петлю 2 столбика подъема 2 петли подъема и далее вяжу второй следующий ряд так доходим до нашего мысика и здесь вот отмечаем девчонки средняя 10 петель 1 2 3 4 5 вот они мои 10 средних петель и здесь я буду делать сокращение теперь смотрите делаем накид вяжем полустолбик с накидом оставляем на крючке второй раз точно также оставляем на крючке и теперь провязываем все три вместе то есть сокращаем 1 2 сокращаем и так пять раз всего то есть из десяти петель мы делаем 5 1 2 3 4 и 5 так далее продолжаем до конца до конца и начала вязать третий ряд в третьем ряду доходим до наших сокращений вот видите уже здесь начинается сокращение и делаем то же самое еще два раза 1 и 2 все далее вяжем ровно до конца ряда так заканчиваем ряд и еще один ряд провяжем без изменений просто еще один круг пройдем довязала я ряд до конца и начала вязать третий ряд в третьем ряду доходим до наших сокращений вот видите уже здесь начинается сокращение и делаем то же самое еще два раза 1 и 2 все далее вяжем ровно до конца ряда так заканчиваем ряд и еще один ряд провяжем без изменений просто еще один круг пройдем так теперь девчонки вот видите у нас уже 4 ряда 1 2 3 4 мы провязали теперь соединяю четвертый ряд теперь полустолбиками вот теперь смотрим девчонки у нас должно быть в зеркальном отражении вот это как бы шапочка поэтому здесь она на одном тапочке она у меня с этой стороны а здесь должна быть с этой от центра мы отсчитываем 22 петли вот он наш центр ставлю я маркер сюда вот и до этой петли я передвигаюсь полустолбиками в этом случае вот допустим в этой я передвигалась вот сюда в эту сторону в правом ботинке я передвигалась вправо влево в ботинке я период передвигаюсь влево вот последняя моя петля я достаю маркер делаю 2 воздушные петли подъема и далее вяжу столбиком с накидом здесь я делаю сокращение сокращение буду делать в начале и в конце ряда то есть точно так же как здесь то есть из двух столбиков я вывязываю один вижу дальше здесь вот если хотите отметить половину свою середину чтобы потерять отмечу вы отметьте откуда вы вели отсчет так вот наш маркер девчонки мы не довязав до маркера две петли делаем сокращение вот две петли 1 2 точно так же там два полустолбика с накидом и провязываем вместе две петли подъема поворачиваемся здесь тоже самое девчонки эти сокращения мы будем делать в начале и в конце ряда в каждом ряду вот видите в конце и в начале ряда и то же самое завязываю до конца и точно так же делаем сокращение вот пока у нас не останье не сойдет все на нет сократились все петелечки вот такого снеговика мы сейчас с вами будем моделировать только левого я использовала помпончики использовала вот это вот самое маленькое приспособление из комплекта для производства помпонов вот серого цвета если вы будете использовать здесь белый цвет то белого конечно же мой вам совет лучше белый он будет намного лучше смотреться ярче как бы наряднее этот я пришила сюда помпончик это не буду пришивать а вот чтобы не тратить время далее толстые черные нитки и вот где у меня так вот примерно я сделаю вот эти вот глазки бежевая и красная этой красной полосой ниточкой я вот так вот прям произволную девчонки то есть не заморачиваясь вот глазки готовы и вот здесь вот теперь уже на границе бежевого и серого цвета я пришиваю вот этот красный помпончик он у нас будет носиком по сути все девчонки очень простые кстати выглядят они шикарно но исполнение они очень простенькие поэтому быстренько хочу их подарить моей коллеге по работе и пусть обслуживает новогоднюю ночь гостей в этих тапочках у нас там ковры в ресторане поэтому пусть в тапочках бегает снеговиках вот все я еще пришью сюда помпончик вот 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 такие вот снеговики сейчас еще ниточки там по обрезаю в общем доведу до в то что в то состояние в котором можно уже их подарить и все девчонки с вами я прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия подписываемся на инстаграм девчонки следим за розыгрышами за подарками сейчас конечно это я вязала из остатков следующих видео у меня будут еще видео которые будут разыгрываться ниточки на эти тапочки еще будут тапочки еще будет хрюшка еще правда нахрюшку хрюшку и суши связала из остатков так что будет хрюшка без розыгрыша другие зверюшки будут с розыгрышами вот поэтому следим за видео следим за инстаграмом следим за новогодними подарками все всем пока с вами была вика всем пока пока